Дорогие друзья, очень рада вас снова приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас проходит занятие по рисунку в нашей студии, и мы с вами будем строить шестигранную призму. Пойдемте. Итак, сегодня у нас построение шестигранной призмы. С чего мы с вами начнем? Ну, начнем мы, скорее всего, как обычно, с набросочка. Сделаем легенький набросок предмета, как мы его видим. С перспективой небольшой. И будем заключать пока, ну, для простоты наших действий, форму прямоугольника. Что дальше? Дальше мы с вами померяем пропорции и возьмем наклоны. Значит, берем наклончики, конечно, в плоскости наших глаз, не протыкая вот так вот пространство, то есть прямо перед своими глазами, то есть в плоскости листа. Как будто перед моими глазами стекло, и я не могу вот так вот крутить карандашом, как хочу, только в плоскости своих глаз, то есть прямо перед глазами, чтобы иметь возможность наклончик перенести, запомнить и его уже правильно отчеркнуть. Итак, возьмемся под локоточек, один глаз закрыли, перевернулись, посмотрели сквозь карандаш на проведенную нами линию. Уточнили. Лишние линии надо подтереть. Дальше, пока здесь условно проведем вертикальное ребро, держа за вертикаль край листа бумаги. Теперь возьмем нижний наклончик у предмета, перенесем, посмотрим сквозь карандаш на проведенную нами линию. Уточним еще раз. Пока вроде все совпадает. Теперь нужно померить пропорции предмета. Теперь я уже полностью локти вытягиваю руку и приблизительно беру по вертикали, ну немножко с выступлением от края, потому что у меня здесь будет еще два ребра. Посмотрим, сколько в эскиз я могу хорошо уложиться. Ну у меня, скажем, будет один и две трети. Значит, это будет где-то в этом районе. Теперь возьмем наклончик верхней плоскости. Перевернулись, посмотрели сквозь карандаш. Запомнили. Отчеркнули. Лишние линии стерли. Также, таким же образом, я могу взять вот этот размер с натуры. Опять не протыкая пространство, в плоскости своих глаз полностью вытянув локти руку. И отложу, соответственно, один и где-то две трети. Да, это будет расстояние здесь. Теперь нам осталось померить длину предмета. Один глазик закрыли, ручку вытянули. Взяли размерчик. Один и две трети. То есть это будет, наверное, чуть-чуть подальше. Один и две трети. Провели вертикальную пока линию. Остальные подтерли. Таким же образом мы возьмем наклон вот этот перспективный, вот этот перспективный к линии горизонта. Перенесли, посмотрели, запомнили, уточнили линию еще раз. Так, дальше верхний наклон. У нас должна быть уходящая перспектива от нас вправо к линии горизонта. И, соответственно, влево к линии горизонта. Также возьмем наклончик вот этой плоскости с натуры этого ребра. Перенесли, посмотрели, запомнили, отчеркнули. Вот, если дальше линии предмета продлить, то перспектива будет уходить у нас в ту сторону от нас к линии горизонта влево и также от нас к линии горизонта вправо. Теперь давайте мы построим прямоугольничек. Все его ребра в перспективе для простоты построений наших. Вот невидимое, так сказать, условное ребро будет идти в том же направлении на плавный сход в ту сторону между всеми вот этими линиями. Будет перспектива схождения вправо. И также перспектива схождения влево к линии горизонта, потому что предмет находится ниже линии горизонта. То есть вот эти линии перспективные, все туда плавненько к линии горизонта подтягиваются и на линии горизонта на уровне наших глаз превращаются в линию. Теперь найдем, так как у нас предмет симметричный, мы найдем его центр, серединочку. Значит, нужно нам поделить вот это вот расстояние точно пополам. Поделили. Взяли наклончик от ребра до ребра. Посмотрели, запомнили. Отчеркнули. Так, чуть-чуть поправим, чтобы здесь тоже были одинаковые расстояния. Это должно быть где-то в этом месте. Остальное аккуратно подтерли. Дальше мы делим предмет пополам, по вертикали. Но тут уже с перспективным небольшим смещением по принципу ближе больше, дальше меньше. То есть, если вот это вот к нам ребро было ближе всего, это грань предмета, следовательно, до центра у нас здесь будет побольше, а здесь немножко поменьше. Поделили себе. Также точно мы можем поделить дальнюю плоскость. Мне немножко мешают зажимы, но ничего страшного. И здесь, опять же, в центре проводим серединочку с небольшой перспективой в ту сторону. Ну, осталось, в общем-то, дело за малым. Мы померяем вот это ребро с натуры, отложим его на нашей фигуре. Так как я увеличивала 1,2, я буду немножко добавлять, чтобы у меня в целом получилось вот 1,2 примерно. Да, примерно будет это выглядеть вот так. Что я могу сделать? Я могу проверить наклон. Сейчас взять вот от этой точки к этой. Это будет вот этот наклон ребра. Совпадают ли эти точки? Да. Они у меня здесь совпадают. Значит, в пропорциях мы не ошиблись. Проводим это ребро. Найдем вот это. Вот мы его отложили. Также можно опустить перпендикулярно плоскость, найти низлежащее ребро и уточнить его опять вот здесь по наклону с натуры. Это будет выглядеть вот таким образом. Здесь у меня эти точки совпадают. Если не совпадают наклоны, значит, что-то где-то не так. И допустили мы небольшую ошибку в построении или наклонах, или мы не так взяли пропорции. Вот здесь вот у меня точки совпадают. Осталось проверить вот это место. Здесь совпадают. Проводим. Теперь я возьму наклоны межточечные, то есть вот крайние точки ребра, да, предмета. Возьму, проверю себя вот таким вот образом сюда и таким вот образом сюда. Опять же, наклончики все эти я возьму с натуры. Так, здесь у меня совпадает. Я провожу эту линию. Дальше вот эту. Здесь тоже совпадают. Провели. И осталось еще вот эти точки соединить так, как они у нас есть на самом деле. Опять возьмем наклончик. Здесь они у меня соединяются. Проводим. Дальше. И последнее вот это вот. Смотрю сквозь карандаш, да, эти точки тоже соединяются. Если все хорошо, все правильно, у нас получается пересечение вот этих диагональных условно-линий точно по нашему центру. Теперь мы, отстроив вот эту плоскость, отстраиваем плоскость невидимую. В принципе, можно взять наклончики вот этих ребер с натуры. Можно сделать методом переноса. Вот что, собственно, сейчас я попытаюсь изобразить. С небольшой перспективой. Провожу ребра сюда. Здесь у меня уже намечено ребро. И также провожу сюда. Ну, что-то где-то, если немножко не так, можно подтереть аккуратненько. Рандаш потом все эти линии мы, конечно же, уточним. Опять опускаем перпендикулярно плоскость. Здесь то же самое. Нашли два ребра. Дальше что мы знаем? Вот это ребро и это ребро. Они, в общем-то, по наклону у нас должны совпадать. Если они не совпадают, значит, у нас опять какие-то есть ошибки по построению. Ну, в данном случае здесь совпадают. Я их провожу. Теперь это ребро и это ребро невидимое. Дальнее. Так. Это ребро параллельное, грубо говоря, вот это ребро. Теперь осталось опять провести межточечные наклоны, чтобы понять, правильно ли у нас соединяется в центре. Пересечение наших линий должно находиться в центре, потому что предмет этот симметричный. Смотрим. В общем-то, все неплохо. Здесь у нас получилась шестиконечная звезда, находящаяся в перспективном ракурсе. То же самое получилось на дальней плоскости. Теперь осталось нам подтянуть все ребра, невидимые ребра, и сделать линейный объем, показав тем самым приближение края предмета, который к нам был ближе. И, соответственно, линии невидимого контура, они у нас будут легкими, мы их не видим. И сделаем этим сам линейный объем, не прибегая к штриховке. Вот эти линии можно теперь сделать пожирнее, потемнее, выпрямив их тем самым. Это передний край предмета. Дальше вот здесь эти ребра я немножечко ставлю уже легче, немножко провожу линию. Так, что-то можно потереть чуть-чуть, чтобы поровнее было, выглядело. Так, подтягиваем ребра предмета к дальней плоскости. И вот это вот, оно, видимо, ребро. Сейчас мы его сделаем немножко полегче. и уточним. Так. Опять же, вот эти немножко темнее линии, но не такие, как на первом плане, то есть не такие, как вот эти ребра. Чуть-чуть усилим. Нажим на карандашик. И на этом построение с линейным объемом предмета шестигранная фризма у нас с вами будет закончен. Аккуратно можно все себе подтереть. По тоньше линии сделать и все остальное. Следующий ролик у нас выйдет с построением уже шестигранной пирамиды. Там вот эта плоскость шестигранная с звездой, так сказать, шестиконечной, будет лежать на горизонтальной плоскости. Там будет немножечко другое построение. Но принцип его остается неизменным. Ну и все вот эти линии аккуратненько можно уточнить. Итак, мы сегодня с вами закончили построение шестигранной призмы. В следующий раз мы с вами сделаем построение шестигранной пирамиды. И на этом построение плоскости шестигранников у нас с вами будет закончено. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить на пальчики вверх. До новых встреч, друзья! Продолжение следует...